Соединённый общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство. Эмоциональная, немного агрессивная речь спортивного комментатора, певучая и мягкая манера работника ЗАГСа или строгое оглашение вердикта судьи. Один текст, хорошо знакомый, всем россиянам читали представители разных профессий на открытом уроке по актёрскому мастерству театральной студии импровизации. На сцене собрались люди разных профессий, объединяет их одно – любовь к театру. Алексей Шамаев – слесарь-сборщик, но со сценой познакомился ещё в молодости. Дело в том, что я когда-то обучался давным-давно, в 20 лет в театральном институте. Я обучился там полгода и ушёл оттуда. Потом попал в армию и как-то меня занесло в слесарь-сборщики. И как-то жизнь так повернулась, что я решил отказаться от этого всего, ну от театрального всего, но рано или поздно это всё равно всплывает. И как бы вот оно всплыло. Как показать стиральную машину или ёлу, какими чертами обладают такие растения, как крапива, папоротник или кактус? Своими наблюдениями за животными, растениями и людьми участники театральной студии поделились со зрителями. В представлении вовлекли и зал, которому предлагали угадать, кого изображают на сцене. Анна Абрамова – мама в декрете. Ей занятия в студии помогли выбраться из дня сурка. Мне давали колоссальную перезагрузку. Я шла сюда с таким поднятым настроением. Уходила тоже совершенно, так как бы все эмоции у меня здесь происходили, сбрасывались и перезагружалась. Речевые упражнения, скороговорки – одно из самых непростых испытаний – импровизация. Открытый урок для участников театральной студии стал своеобразным экзаменом. Здесь они показали все, чему научились за несколько месяцев упорной работы у актрисы Саровского драматического театра Юлии Французовой. Это не кружок, это настоящий театр. Так Юлия характеризовала работу студии. Здесь все как на первом курсе театрального института. Несмотря на то, что за время работы актриса Саровской драмы примеряла на себя сотни разных ролей, роль преподавателя и наставника стала для нее дебютной. Вообще учить гораздо тяжелее, чем самой играть. Самой играть на сцене я уже научилась, я это делаю как-то на автомате. А научить человека – это первое, во-первых, вспомнить, потом это все снова разложить у себя в голове, потом заставить его все-таки идти за тобой, чтобы он тебе доверился, поверил. Ну и какое-то природное такое чутье все-таки учителя должно быть. Пока я не знаю, есть ли оно у меня, я это пробую. Но результатами я довольна, я вижу рост, для меня это самое главное. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.